Котятки мои, всем доброе утро! Хочу показать вам, вот приклеила я этот светильник из FixPrice. Сейчас, конечно, утро, не сильно видно, как он светится, но вот вечером вообще такая красота получается. И я сюда еще приклеила вот эти наклейки, пчелки. Мне кажется, вообще так здорово получилось, так отлично все смотрится. Особенно, когда вечером он светится, вообще красотень. Так, ну и хочу сказать по поводу вот этой вот кружечки. Как я и говорила, я ее помыла и вот все эти наклейки, они были похожи, как будто кружечка замерзла. Все это, в общем, слезло, ничего не осталось. Ну, будет такая простая кружечка. Еще хочу показать, на днях мне пришла посылка от Style Korean. Я уже ее распаковала, некоторыми средствами я уже воспользовалась, уже не терпелась мне никак. И вот так вот выглядит сама посылочка. Здесь у меня 5 средств. Так, вот это вот патчи против воспалений. Их здесь 24 штуки. Написано, что отлично убирают воспаление и пост-окне. Пока открывать не буду, у меня на лице, слава богу, пока ничего нет. Надеюсь, и не будет. Но вот если что, нужно будет ими воспользоваться. Их можно прикреплять на воспаленный участок на ночь. Ну, и вот что, они вытягивают гной. И если есть пост-окне, то они тоже его убирают. И лучше это делать, конечно, на ночь. Следующее, что в этой коробке, это очищающие диски. Фирма Косарекс. Вообще, эту фирму очень хвалят. Я еще не открывала их. Ну, точнее, баночку-то я саму видела. А вот сами очищающие средства сейчас открою, покажу. Не открывала. Не хочу пока открывать, потому что у меня сейчас от About Me есть очищающие диски. И эти пусть пока стоят. В упаковке их 60 штук. То есть, хватит их надолго. И после вскрытия срок хранения 12 месяцев. Вот так выглядит сама баночка. Баночка пластиковая. И внутри она зафольгирована. Так что, через какое-то время я потом их открою. Буду пользоваться. И здесь содержат еще кислоты БХА. Ну, буду пробовать. Потом, конечно, вам расскажу, что и как. Следующее, что я вам покажу. Это тонизирующий тонер с АХА и БХА кислотами. Также фирма Косарекс. И в объеме 150 мл. Вот так выглядит сама бутылочка. Она пластиковая. Написано, что тонер создан на минеральной воде. Служит для очищения, увлажнения, тонизирования. Я уже им воспользовалась. Мне он очень понравился. Вообще, просто супер. Особенно вот этот распылитель такой отличный. Вообще, производитель говорит, что нужно его нанести на лицо и протереть ватным диском. Я просто его распыляю на лицо и все, не протираю, оставляю. И он быстренько впитывается в кожу. Следующее, что в этой коробочке, это эссенция с муцином улитки. Здесь ее 96% в объеме 100 мл. Вот так выглядит сам флакончик. Как я уже говорила, объем 100 мл. Здесь есть дозатор. Буквально вот пару капелек нужно, чтобы нанести на все лицо. Сам муцин улитки. Здесь много эластина, коллагена. Обладает увлажняющим, заживляющим средством. И плюс к тому же написано, что обладает выраженным омолаживающим средством. Я уже им воспользовалась. Он, конечно, липковатый. Но потом, когда закрываешь все это кремом сверху, то липкость эта вся проходит. Мне понравилась вот эта эссенция. Я после тонера ее использую. И последнее, что у меня было в коробочке, это крем для глаз. Также с муцином улитки и с пептидами. Объем 25 мл. Вот так выглядит сам флакончик. Как я сказала, объем 25 мл. После вскрытия срок годности 12 месяцев. Здесь дозатор. Пару капелек хватает на оба глазика полностью. Я хочу сказать, что это просто какое-то чудо-крем. Я его наношу и утром, и вечером. Отлично разглаживает кожу под глазами. Убирает при пухлости. И в течение дня кожа просто увлажненная. Ну, просто какой-то супер крем. И плюс ко всему, он реально разглаживает морщинки. Обалденный крем. Так что, девчонки, мальчишки, оставлю вам сам сайт. Заходите, смотрите. Ну, вот этот крем, вот просто от души вам рекомендую. Просто супер, отличнейший крем для глазок. Так, я вышла с душа. И сейчас покажу, как я все это применяю, всю эту корейскую косметику. Мне эта серия COSRX вообще просто супер понравилась. Итак, начнем с тонера. Пэды я открывать не буду. Потому что, как я уже сказала, у меня есть в использовании сейчас другие. Я просто вот так наношу на лицо. Ой, вообще, такая просто свежесть, увлажнение такое. Просто супер. Сейчас немного крем впитается. И потом я буду уже наносить вот этот вот тонер с муцином улитки. Сейчас покажу, какой он липковатый. Он на самом деле липковатый. Так вот, пару капелек. Даже, ну, он как бы много даже. Пару капель даже много. Вот такой вот он, тягучий. Это эссенция. И вот поближе вот так вот. Видите, да? Так, вот так немного распределяю в ручках и на лицо. Потом сверху еще закрою все это кремом. И уже не будет никакой липкости. Он еще с тонером смешивается. Вообще супер просто. Написано, что также еще убирает пигментные пятна. Ну, вот у меня, слава богу, таких выраженных пигментных пятен нет. Поэтому за 4 дня пользования пока ничего сказать не могу. Но мне этот тонер, также эта эссенция понравилась. И теперь крем для глазок. Сам крем. Если это все прозрачное, все средства, то крем белого цвета. Вот так вот выглядит. Немного распределяю и на глазики. Он тоже такой легковатый, тянется. Ну, как вы знаете, муцин улипкий. Он прям вообще такой тягучий. Кто улитку держал в руках, тот знает, как все это выглядит. Так, какие у меня планы на сегодня? Сегодня я пойду на маникюр. Этот у меня уже отрос просто ужас. И мне нужно будет зайти еще в магазин FixPrice. Ничего там снимать не буду. Быстренько все куплю. У меня от военкомата сына кладут в больницу, в психоневрологический диспансер на обследование. Я вам уже рассказывала, что терапевту, или кто он там, не терапевт, я не знаю, в военкомате. Ему не понравилось, что у меня сын, как она сказала, социофоб. То есть ребенок не любит шумные компании, вот такие вот все места. Я, между прочим, тоже этого всего не люблю. Нет, я могу посидеть в шумной компании, там выпить, как говорится, поговорить, все потанцевать. Но вот сын у меня маленько не такой. И вот я вот разговаривала с другими людьми, очень много, кто не любит вот этих всех шумных заведений, шумных компаний, больших магазинов. Я большие магазины вообще терпеть не могу. И, в общем, врачу в военкомате это не понравилось. И вот нам нужно лечь на обследование. Мне нужно будет зайти купить ему зубную пасту, гель для душа. Что еще нужно взять? Ну, шампунь, он сказал, мам, я зайду сам куплю, потому что вот последний шампунь, который я покупала, показывала вам, эгоист. Сын сказал, мам, такая ерунда, никогда больше не бери, потому что прям началась у сына перхоть от этого шампуня. Вот, поэтому буду использовать его для педикюра. Он говорит, мам, такой шампунь мне не нужен. Вот, так как мы были на даче, я привезла много эрги, мне нужно будет еще купить пакеты для замораживания. И хочу сварить еще, что я хочу сварить? Хочу сварить компот с эрги. Вот, а остальное я просто заморожу. Она такая вкусная, сладкая. Вот вчера тоже читала про эргу. Оказывается, ее нельзя есть тем, у кого пониженное давление. В больших количествах нельзя, потому что она еще может и понижать давление. Так что, вот у кого повышенное давление, я рекомендую эргу, потому что вот у меня давление повышенное. Поэтому вот с удовольствием буду ее есть и сегодня сварю компотик. Ну все, мои хорошие, я сейчас пойду сушить волосы, одеваться, поеду на маникюр и потом уже с вами встретимся. Вышла я с маникюром, решила посидеть немного на фонтанчике. Никак не могу сюда вечером доехать, чтобы показать вам, как он светится. А днем не включает. Вот, ну и покажу вам уже тогда сразу маникюр. Пока сижу, жду сына. Тут он рядом в поликлинике, у меня анализы забирает. Я вот такой решила сделать. В общем, как обычно, шла я с одним маникюром. Хотела сделать коралловый, но получилось, что сделала вот такой вот. По-моему, тоже нормально. Я еще пока для меня это непривычно, но ничего, мне нравится, в общем-то. Такой яркий летний маникюрчик. Ой, как бы я сейчас с удовольствием сама залезла в этот фонтанчик и искупалась. Но, увы, наверное, меня не так поймут. Но вообще просто супер. Супер. Везет деткам. В общем, решила я. Думаю, что я буду просто сидеть. Пойду-ка я зайду еще в магазин Эль-Сити. Мне нужно купить, как его называют, не краску для волос, а тонику. Хочу взять розовую тонику, такую яркую, потому что у меня закончилось. А мне нравится просто, когда волосы тонированы именно в розовый цвет. И как раз сынуля подойдет. Мы еще зайдем с ним в фикс прайс. Там ему тоже что-то нужно купить. Я сейчас заходила за продуктами, взяла кое-каких продуктов. И взяла ему еще там зубную пасту и зубную щетку. Вот как раз сейчас он подойдет и посмотрим, что ему еще там нужно будет купить. Ну все, пошли на автобус. Все, вышли мы с фикс прайс. Ну что, вообще я не купила. Все, что хотела. Так что все, решили. Говорю, сын, давай прогуляемся пешком. Он говорит, нет, не хочу, что поедем на автобусе. Все, приехали мы уже домой. На улице так душная погода. Может быть даже дождь будет. Прям такая влажность повышена. В общем, с сыном ходить в фикс прайс невозможно. Ему ничего не нужно. Мы быстренько-быстренько пробежали. Я говорю, Жень, давай это купим. Нет, не надо. Давай это, нет, не надо. В общем, с одной стороны, выгодно с ним ходить. У меня чек всего на 200 с чем-то рублей вышло. С другой стороны, ничего не посмотришь. Нам ничего не надо. Ну так вот, в красе я купила два сока. Это сейчас попить. Женя себе взял мультифруктовый с мякотью. А я себе купила морковь и яблоко с мякотью. Очень люблю этот сок. По 50, по-моему, 3 рубля. Так, дальше взяли кошки вот такой вот Perfect Fit. И себе он еще в больницу взял вот такой напиток, сокосодержащий J7. И Тони хотел брать. Я говорю, давай бери. Пакетов, которых зип, уже нету в продаже. Поэтому я взяла обыкновенные фасовочные пакеты под ягоду. Дальше зашли мы еще в магазин Эль Сити. Я себе купила тоника вот такая. Ничего красного там больше не было. Это 8,53 дымчато-розовый. В общем, буду вот таким краситься. Хотела поярче, но нету. По 99 рублей эта тоника была. Дальше купила антиперспирант Невея, жемчужная красота. Тоже по акции 119 рублей. И сын себе купил шампунь Шаума против перхоти. Этот шампунь ему нравится. Говорю, может какой-то гель или что-то еще нужно возьми. Нет, мне ничего не надо. Ну, не надо, не надо. Купили только то, что нужно было. Сейчас посмотрела, чек Вэль Сити вышел на 425 рублей. Вот этот вот шампунь Шаума 205 рублей. Так, и еще я зашла в магазин Батон. Купила вот такую вот плюшку за 24 рубля. Дальше за 100, по-моему, 29. Взяла кофе Чипа. Дальше взяла немного винограда по 139 рублей килограмм. Потом взяла вот такие вот красные персики. Тоже не помню по какой цене. 100. 109 рублей, кстати, они были. Вот, потом Женя взяла печеньки. Вот такую взяла по 44 рубля. Так, дальше взяла еще вот такие ему печеньки с собой. Он говорит, ну а зачем ты мне сладостей столько набрала? Я говорю, да будешь вот лежать в больнице и будешь печенюшки грызть. Так, что еще взяла? Взяла сливу. Вот, по-моему, слива Узбекистан по 100 с чем-то рублей. Хотела взять черешню. Она у нас по 229 рублей в этом магазине. Но она вся какая-то уже такая жухлая, скомканная. Я даже не стала ее покупать. Так, там же еще взяла себе дезодорант ФАМ. У меня до этого был желтый, тоже экзотик какой-то. Но вот он выдерживал 3-4 часа всего. Такой, не знаю, мне кажется, этот будет точно такого же действия. Долго не будет держаться. В общем, 99 рублей взяла. Дальше сыну взяла зубную щетку с собой, биомет, по 69 рублей. И взяла зубную пасту Аквафреш. Это тоже сыну. Аквафреш, кстати, вообще что-то 39 рублей всего стоит. И взяла еще вот такие вот ему три конфетки. Одна джетс, потом вот такую взяла прохлада какая-то кокосовая. И вот такую вот зебру. Они вообще дешевые, что-то рублей по 11, по 19. Так, ну что, сейчас я это все разберу и пойду уже варить компотик из эрги. Эргу я помыла. Для компотика отдельно в стакан такой вот сделаю. Отправляем сюда. А вот это вот эрга. Маленькая сейчас вода с нее сольется, подсушу. И потом ее буду по пакетикам раскладывать и замораживать. Так, эргу забросила. Так как ягода сладкая, много сахара добавлять не буду. Ну, ложки 3-4. Там посмотрим, мало будет. Лучше потом добавлю. Пока вот так оставлю. Если что, ее даже потом немного помну эту эргу, чтобы она побольше сока дала. Все, ребят. Компот я приготовила. Получился очень вкусным. Я его еще немного разбавила водой, потому что он прям вот такой вот сладенький получился. Сначала я налила его в кружку, вот в эту стеклянную с пластмассовой трубочкой. Но от горячего пластмассовая трубочка прям, знаете, привкус такой. Поэтому я перелила просто в кружку. Что-то я стремаюсь пить с этой пластмассовой трубочкой горячий компот. Поэтому нет, не буду. Так, ну что, на сегодня мне осталось помыть посуду. И вечером мы с сыном решили пожарить картошки. Давненько не ели, поэтому хотим сегодня пожарить картошки. Кстати, сейчас покажу вам, как получился компотик. Такой вот темненький, насыщенный, очень вкусный, запашистый. Так что вот, кто Иргу увидит, обязательно возьмите. Вкусная ягодка. И при том, расход сахара получается небольшой на эту ягоду. Поэтому от души прям рекомендую попробовать эту ягодку. Из нее еще варят компот. Помимо компотов, еще делаю джем, варенье. И я думаю, она хорошо будет, эта ягода, для пирога. Ну что, на сегодня буду говорить вам всем до свидания. Всем любви и позитива. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»